Европейским автопроизводителям сейчас приходится тяжело. С одной стороны на них давят экологи со своим стандартом Евросим, с другой покупатели, которые не спешат полностью пересаживаться на электромобили, как было запланировано. В результате автомобильные компании получают убытки и вынуждены приостанавливать заводы и сокращать персонал. На прошлой неделе мы рассказывали о трудностях Volkswagen, в том числе в Китае. А теперь о проблемах заявил концерн Stellantis. Завод Mirafiori в Италии отправят в простой из-за снижения спроса. Главный объем производства здесь составляет электрический Fiat 500, а помимо него тут собирают большую часть модельного ряда Maserati. Однако электрические Fiat покупают не так активно и в целом продажа ощутимо зависит от государственных субсидий на электромобили. Поэтому в 2023 году завод выпустил только 77 тысяч экземпляров Fiat 500E вместо запланированных 90 тысяч. Stellantis надеется, что заводу поможет выход Fiat на рынок США, но пока нет никаких гарантий, что довольно дорогой и не слишком близкий американцам маленький хэтчбэк станет там хитом. В общем, ситуация непростая, но на прошлой неделе она стала еще более непростой сразу для многих европейских брендов. Из-за нападений на корабли в Красном море была нарушена логистика поставок запчастей в Европу, и автопроизводители вынуждены отправлять свои заводы в простой. Tesla ставит на паузу свой завод в Германии, Volvo частично останавливает завод в Бельгии, а Suzuki в Венгрии. У других явных проблем пока нет, но это не значит, что они не могут возникнуть. Посмотрим, как пойдут дела дальше.